Пещерный храм Здесь мы купили кокосовый орех И попробовали кокосовое молоко Кстати, в розовой тенниске Это наш водитель Который виртуозно провез нас В течение пяти дней На совсем непростых дорогах В Шри-Ланке Который виртуозно провез нас Шри-Ланка Шри-Ланка славится многообразием Своих ароматных специй Еще со времен Средневековья Именно за ними купцы из разных стран Особенно из Европы Издавна совершали длительные плавания на Шри-Ланке По всему острову Во многочисленных местах Были открыты сады специй Особенно много таких садов В районе от Дамбулы До Матале Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а так, как вы видите, растет всем известный нам ананас Король специй, вне всякого сомнения перец Еще одна популярная специя Шри-Ланки Гвоздика Завезенная на остров англичанами в 1830 году Если перец считается королем специй Тогда кардамон Это королева специй Следующая из популярных специй Имбирь В садах специй можно встретить Также и ароматное растение ваниль На Шри-Ланке растет и горчица Также есть и анис, кориандр, кумин, фенхель и чеснок И все же известнейшие специи Шри-Ланки Считается чили Без этой специи не готовят ни одно блюдо Сейчас гвоздику, кардамон, корицу, ваниль, перец И другие приправы по большей части Выращивают в маленьких частных хозяйствах Почти вся продукция идет на экспорт Специи находят свое применение не только в пище Но и в производстве, косметике и медицине Куркума или сладкий картофель Также одна из знаменитых специй Шри-Ланки Измельченная сушеная куркума Добавляется в карии, рис и маринады Чтобы придать им аромат и желтый цвет На импровизированной кухне Нам приготовили небольшие печеньки из кардамона А сейчас нам демонстрируют Как готовят и из каких составных частей Приготавливают такую популярную приправу на Шри-Ланке Как кари А это вот кардамон Вот как мы не знали вчера А кардамон А мы таковы, когда нахер Я имену тебя А я имену тебя А я имену тебя Он мне таковы, да Молодцы, да Молодцы Я помню, чем продов Молодцы Рады Угу. Ну, это то, чем пахнет курицы, которые они делают. Классно пахнет. Классно пахнет. Классно. Вот эти все специи, которые пахнут. Ой, ну а тут они с воду. В первой очереди Шри-Ланка получила всю мирную известность благодаря корице. Когда побеги этого дерева вырастают до 1-2 метров в длину и становятся толщиной с палец, их обрезают. Кору с побегов снимают и разрезают на полоски. Просушивание на солнце заворачивает кору в палочки, которые продаются в таком виде, а также могут быть измельченными в пудру. 60% мировых поставок корицы осуществляется Шри-Ланкой. Сейчас вы видите, как обрабатываются побеги корицами. В небольшом магазине вы можете приобрести самые различные кремы, маски, масло и всевозможные аюревердические препараты для лечения любого недуга, изготовленные из этих растений. По дороге в Канде мы заехали в Матале, в индуистский храм богини Ума Парватия. Она является женой Шивы и мать того самого знаменитого и везде узнаваемого бога-слона Ганеша. Самому храму порядка 250 лет. А башню с фигурами 1008 божеств построили всего 60 лет назад. 100 дизайнеров, художников и архитекторов работали над башней 7 лет. 150 миллионов рупий ушло на строительство. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Индуизм Индуизм – это третья по числу последователей религия в мире после христианства и ислама. Индуизм на планете исповедует более 1 миллиарда человек. В индуистском пантеоне насчитываются тысячи богов. Субтитры создавал DimaTorzok Это святилище бога Ханумана, чтимое в индуизме обезьяноподобное божество. Культ Ханумана – один из самых популярных в индуизме. Его чтят как наставника в науках и покровителя деревенской жизни. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok